Приветствую вас, дорогие томатоводы и огородники! Сегодня хочу вас ознакомить с тем, как я свой перец высеваю, что перед этим делаю. Хочу напомнить о себе, что проживаю я на севере-западе Подмосковья, и сегодня у нас 13 февраля, и я решила средне-поздние сорта сегодня высеять. Ну, значит, что хочу сказать прежде всего. В общем-то, культура перца это не такая уж сложная культура, как пытаются новичков напугать, и что это как-то очень сложно высаживать. Какие-то определенные моменты, конечно, существуют, но сложности никакой нет в посадке перца. Просто нужно помнить основные правила. В чем же они заключаются? У перца очень плотная семенная камера. Вот эта семенная камера, она не дает возможности семени зародышу быстро проклюнуться. И в этом вся получается загвоздка. Так вот, рекомендую температуру от 26 до 28 градусов при проращивании. Многие рекомендуют 25 градусов. Для новичков бы я советовала именно остановиться на температуре 25 градусов при выращивании. Почему? Потому что при создании более высокой температуры, предположим, до 28 градусов, получается семя зародыш запревает вот этой самой своей семенной камере и не имеет возможности выйти наружу. Поэтому 25 градусов, 26 – это оптимально. Если это у батареи или, предположим, теплый пол, то нужно учитывать, что тепло здесь будет постоянное. И, возможно, скачки какие-то на улице, предположим, потепление. И у нас в квартире температура усилилась. Поэтому это надо к этому подойти очень ответственно. Легко запарить эти семена перца особенно. Потому что схожесть у них все-таки значительно меньше, чем у томатов. И какие еще основные моменты? Основные моменты заключаются в том, что я бы рекомендовала все-таки перцы, приобретенные в магазине или у коллекционеров, замачивать по двум причинам. Первая причина – это для того, чтобы семя успешно вышло наружу, показало свой корешок. А вторая причина – их обеззараживать обязательно. Если мы собираем семена со своих плодов, мы знаем, что они здоровы. И можно, как говорится, просто обычной водой отстойной замачивать в ней. А те, вот как у меня, предположим, очень много. Это вот только часть того, что я сегодня буду замачивать. Средне-ранние и поздние тут сорта перцев. А ранние я буду попозже высевать. Так вот, чтобы вот инфекция не гуляла с участка на участок и нам не разочаровываться, конечно, я прибегаю к различным фунгицидам. Они есть природного характера, есть химические. Но, в принципе, на стадии, как говорится, замочки, на семя это и на дальше продуктивности никакой роли не играет. Химический это препарат или, предположим, биологический. В больших объемах, конечно, я предпочитаю в этом году пользоваться вот таким препаратом, как Привикур Энерджи. Потому что у меня объемы большие будут и грунта, и самих сортов я посажу много. Поэтому в этом году я буду высаживать, замачивать вот в этом растворе. Еще какие преимущества при замачивании? При замачивании все-таки семя, оно разбухает, семенная камера. И, опять же, говорю, что легко проклевывается корешок. Но здесь есть такой момент. Если вы решите замачивать в каких-то тряпочках, то я рекомендую либо это, чтобы была плотная ткань, либо вот такое лутросильное переплетение волокон химических. Ну, вот известный всем такой материал, как укрымной, предположим, или салфетки какие-то кухонные. И, значит, они чем хороши, что когда семя проклюнется, оно не пройдет в дырочку. Если, предположим, в марлечку будем заворачивать, то легко корешочек проходит дырочку, и очень хрупкие вот эти корешки, они ломаются. Вот я не рекомендую в марле замачивать. В ватных дисках тоже, но с осторожностью. Они тоже могут там как-то запутываться. Ну, в общем-то, мне удобно пользоваться либо плотной холщеной тканью, либо вот таким вот укрымным материалом, нарезав на кусочки. И вот я таким образом заворачиваю, привязываю к ложечке. Ложечка у меня подписана. В дальнейшем она будет вставляться вот так в стаканчик. Это очень удобно. Ну, если маленькие объемы посадки, высивки перца, то каждый для себя решает сам, как ему удобно. Я делюсь своим опытом. У меня объемы, опять же, напоминаю, большие. И вот таким способом я буду замачивать свои перцы. Это что касается сортовых. Сортовые у меня обязательно подлежат замочке. Обязательно. А вот что касается вот таких вот гибридных сортов, вот в этом году я хочу посеять помпел. Они уже обработаны, эти семена, террамом. Свет у них бывает разный. Бывает вот такой оранжевый красивый, розовый, красный, черный, голубой, зеленый. Ну, в зависимости от производителя, что у них имеется в арсенале. И вот тогда здесь будет у нас обстоять вот как. Я их замачивать, естественно, не буду, потому что так производитель таких семян рекомендует. Но я обработаю грунт, потому что грунт у меня свой. И обязательно, конечно, его... В прошлые разы я протравливала таким розовым раствором марганца. А в этом году я приобрела вот этот препарат. Еще раз напоминаю, превикор РНЖ. И вот сейчас я наберу, рекомендует, значит, что нам производитель. Три миллилитра на два литра воды. У меня здесь пол-литра воды. И вот мы вот так шприцом набираем. На пол-литра получается 0,75. Раствор он такой насыщенный. У него густой такой консистенция. И вот так вот 0,75 на пол-литра. Его прям сразу видно. Такой очень насыщенный раствор. Чем он хорош? Во-первых, он служит нам как фунгицид. А также этот препарат еще является хорошим стимулятором по необразованию. Это немаловажно. Вот я вот на вот эти вот стаканчики. Сейчас мы уплотним. Как я делаю? Я, значит, уплотняю вот так грунт. Хорошо уплотняю. И можно даже дырочку не делать. Сейчас я все покажу. И вот так вот по столовой ложечке, буквально неполной. Я проливаю гром в стаканчики. Все. И высеваю вот эти семена. Этот перчик очень хороший. Сортотип пламыла. Такой, знаете, красный, мясистый. Очень урожайный перец. Помпео. Я уже его сажала в прошлом году. Мне он понравился. Так, раскладываем. Значит, первый, при посадке, первый слой мы утрамбовали. А уже засыпаем примерно полтора-два сантиметра. И мы просто вот так вот слегка грунт не утрамбовываем. Это нужно для того, чтобы успешно семя проросло. Если мы сильно уплотним, то это тоже плохо. Потому что семя должно у нас дышать. Вот таким образом мы его покрываем. Уже вверх мы не проливаем, потому что субстрат тут достаточно увлажненный. Здесь у меня и кокосовая стружка, и верховой торф, низинный, песочек, немножко золы. А вот прям слегка вот так ложечкой. И все. И вот так вот мы закрываем мешочка. Убираем на проращивание. Это что касается семян, обработанных террамом. Вот. Все. Значит, создаем им температуру 25-26 градусов. И они у нас ждут своего часа. Так. Значит, вот в прошлом году я пользовалась хлоргексидином. Мне тоже этот препарат очень понравился. Ну, в этом году у меня будут большие объемы, еще раз хочу сказать. И я вот решила все-таки тревикуром пользоваться. Это тоже препарат неплохой. Экспозиция составляет, замочки, примерно 15 минут. Потом все же я рекомендую промыть и убрать в целлофановый пакетик ложечки. Вот, предположим, если как у меня. А если это просто в ложечке какой-то прикрыть и дожидаться проращивания. Можно после обработки ДЭС средством еще и пином немножечко стимулировать. Потому что бывает так, что мы собираем семена со своих, например, перчиков, а они еще не совсем вызрели. У них вроде бы как бы всхожесть есть, но энергия роста слабая. И вот для того, чтобы... Или старые семена, предположим, больше там 3-5 лет. Они нуждаются немножечко в стимуляции. Вот я люблю очень пользоваться эпином. Или HB1 препарат. Одна капля там на литр идет. Очень надо осторожно ими пользоваться этими препаратами. Потому что они имеют обратный эффект. Если мы дадим передозировку, то у нас просто не взойдет семя. Эпина уходит где-то до 4 капель на литр воды. HB1 там одна капля на литр. Вот. Это значит, этим мы обеззараживаем. Эпином стимулируем. Можно также обеззаразить триходермой. Здесь нужно пользоваться по инструкции. Везде есть инструкция у всех препаратов. Я и этим препаратом пользовалась. Результат мне понравился. Также фитоспорином. У этих препаратов есть своя инструкция. Можно в любой форме его использовать. Есть еще вот такой порошкообразный фитоспорин. Есть еще на основе меласы картофельной или кукурузной. Поэтому ее только нужно оживить. Это пастообразный фитоспорин. У меня есть видео, где мы оживляем этот фитоспорин. И можно там тоже надо действовать аккуратно. Потому что еще в пастообразном фитоспорине входят гуминовые кислоты. Если мы превысим дозу, то тоже это отрицательно и угнетенно будет сказываться на всходе наших семян. А также гомоир и аллерин. Это биологические препараты. Здесь в их основу входит в аллерине триходермовириды. В гомоире там и сенная палочка. Это как-то, говорят, нельзя совмещать. Но производители рекомендуют как раз их совмещать. Эти препараты. Они совместимы. И где-то одна таблетка на литр одного препарата и другого уходит. Оставшейся водой можно цветочки полить. Использовать по назначению. Препарат очень хороший. Я ему пользуюсь на протяжении высадки семян. Проливаю даже почву. Потом опрыскиваю растения. И до самого завершения плодоношения этим препаратом пользуюсь. Это что касается замочки семени. Потому что если посеять сухими семенами, то, предположим, обработанные террамом такие вот семена уже от производителя, они, в общем-то, стопроцентную схожесть дают. Даже просроченные. У меня как-то два года просрочила. Я завалялся пакетик. И они отлично взошли. Но если вот такие обычные сортовые, то все же я рекомендую обязательно обеззараживать и немножечко стимулировать. Можно также сок алоэ использовать. Талый снег очень хорошо в нем можно замачивать успешно. Это тоже как и стимуляция. Там он обогащен озоном снег. И поэтому очень хорошо замачивать в талой воде семена. Ну вот я, значит, что буду делать. Вот мы развели уже этот препарат. Вы видели. Немножечко постоял он. И теперь я буду прям вот так залью. И на 10 минут оставлю. Вот они хорошо покрыты у меня. И 10 минут у меня вот так вот они постоят в этой водичке. Потом я их вытащу. Промывать я не буду. Потому что мы когда проливаем грунт, препарат же остается в грунте. А тут всего 10 минут экспозиции в растворе. И немножечко отжав, убираю их в полиэтилен. И примерно дня три они у меня будут. Я не буду дожидаться, пока они проклюнутся, семена. Потому что очень легко сломать корешок. Все. Они дня три у меня побудут в пленочке. И я буду их вот таким же способом, как я сухие семена сеяла. Также буду их высевать и дожидаться всходов. Ну вот такие вот хотела рекомендации дать. Как высевать. В какие сроки, это каждый решает сам. Потому что прошедший год показал рану в том году. Ну практически в такие же сроки высеяли. Даже я, наверное, в конце января в том году высевала. А весна нам не позволила высадить пораньше. Где-то в конце мая были посадки. И все помним прошедший сезон. Он во всех регионах себя показывал. Поэтому вот как бы так нейтрально середина февраля я решила высеять перца. Ну спрашивайте какие вопросы. Делитесь своими советами в комментариях. Мне очень приятно будет какие-то ваши советы почитать и принять их. И вот так вот, пожалуйста, пользуйтесь, если кому это интересно. Всего доброго.